Моему сыну скоро исполнится 14 лет, и я хочу узнать, какой срок у нас нахождение этой карточки, может быть, предсмотрены какие-то штрафы, если ты не успею вовремя опорить, и если вовремя не уложиться, или нет вообще никаких вовремя нахождений? Спасибо. В соответствии с законом, когда исполняется 14 лет, в течение месяца человек должен получить паспорт. Срок оформления паспорта первого, во-первых, это бесплатно, а сам срок составляет 20 рабочих дней. Но даже если 14-летний, 15-летний, 16-летний гражданин Украины, ну, в частности, ваш сын, которому скоро 14, он не уложится в месячный срок после того, как ему исполнится 14 лет, то штраф не предусмотрен. Пишу вас заверить, не для гражданина, который не исполнится 18 лет, мы, или государство, которое мы представляем, мы не оштрафуем ребенка, поэтому не умритесь. Спасибо. Потому что, к сожалению, у нас есть семьи, где не очень действительно переживают дети, и до 18-ти вы правы живут без паспорта. Есть такие, это очень редкие случаи, бывают, и до 20-ти живут без паспорта. То есть, получается, что родителям можно особо не спешить, там не хватает ребенка. Ну, вы знаете, дети сами хотят. Вот это очень интересная ситуация, когда мы начали в январе 2016 года, вот в этом году, мы начали оформлять, то возможность оформления была только для детей, которым исполнилось 16 лет, и дети сами шли, им очень интересно было. Конечно, есть проблема со школой, потому что наши подозрения работают в рабочее время, в школьное время. И дети после школы с родителями, было очень много детей приводили сами и оформляли, и у них было желание. Они понимали, что это новое, они с удовольствием рассказывали об этом, фотографировались. И вот среди детской, что, ну это, ну это же престижно, но это очень правильно, это связь гражданина, государства, что ты уже взрослый. Мы очень хотим сделать такую акцию на 1 сентября. Мы подсмотрели опыт в Европе, в других странах, но только европейских, что 1 сентября сотрудники музыкационной службы, паспортной службы, они приходят в школы и первоклассникам, либо старшеклассникам, после, там, урока мира, урока по отношению к государству, ну, разные люди проводятся, то выступают и говорят о важности. И в Литве, допустим, они выдают такой бумажный вкладыш, такой, по-моему, небольшой детский паспорт, в котором описаны какие-то статистические институции. И вот дети с удовольствием берут, читают, они культивируют уважение гражданина к государству. То есть это будет со следующего года? Ну, мы планируем, к сожалению, на это денег не выделяют бюджет, и на это не предусмотрено. Но мы считаем, что мы найдем спонсоров. О, в девушских началах. Да, конечно, конечно. Есть у нас звоночек? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Могу спросить, бумажный вклад, который задавался фактически навечно, я не смотрю, как клеивали фото. А как сейчас действуются эти карты, как часто они будут меняться? И вообще, вот если получает ребенок в 14 лет карту, то как скоро он должен ее поменять? Значит, если ребенок в 14 лет получает карту, она выдается бесплатно на 4 года. Когда ребенку исполнится 18, ему выдадут уже такую же ID-карту только на 10 лет. По поводу вклеить фотографию. Тех граждан, которые есть действующие паспорта, не нужно бежать и менять их. Вот сейчас немедленно нет такой обязанности, эти паспорта действующие, и будут еще действовать. А те, кто исполнится 25-45 лет для того, чтобы в соответствии с законодательством вклеить новую фотографию, вы уже повзрослели, вы уже не соответствует фотографии, для вашей идентификации, нужно вклеить фотографию. Поэтому нам предусмотрено, что вы можете оформить ID, или можете вклеить фотографию, пользоваться ей. То есть это будет альтернативно? Это сейчас предусмотрена альтернатива. Мы все делаем для того, чтобы избежать очередей, избежать возможного недовольства граждан, чтобы паспортная реформа была очень мягкая, спокойная. То есть те паспорта, которые бумажные есть на сегодняшний день, они действующие. Не нужно бежать их менять немедленно. А если есть желание у человека? А если есть желание, мы приблизительно в конце января, феврале, когда уже полностью во всех подразделениях миграционной службы будет установлено оборудование, ее количество будет увеличено в существующих подразделениях, подключится ЦНАП у нас в сегодняшний день. Один только ЦНАП оформляет Айгим. Ожидаем еще порядка шести ЦНАПов в ближайший месяц. Когда мы увидим, что есть готовность, мы предложим тем, кто хочет прийти просто поменять свой паспорт, идти это и сделать. Спасибо. У вас есть еще вопросы? Связи? А получается сейчас как у вас паспорта? Только в Киеве или в областных центрах? У нас по Украине в миграционной службе 630 подразделений. Они в крупных городах, они в каждом районе. Не в каждом или нет? В каждом районе. В соответствии с территориальным разделением Украины. В областных центрах, в небольших районных центрах везде есть предъявление миграционной службы. К сожалению, мы выполняем требование законодательства, мы все процедуры проводили через Прозору. Это длительная процедура, она не занимает месяц времени. Мы объявляли тендер и провели два тендера, и поставка обрудная тоже занимает какое-то время. Вот сейчас техника развозится в те подразделения, в которых нет оборудования, и мы рассчитываем все наши подразделения до конца года. В каждом подразделении будет... Все 600? Да, все 600. Ну и плюс НАПО подключится. А что такое СНАПО? Центры на Дане Административных Паспортов. А, понятно. Да, пожалуйста. Здравствуйте, у меня зовут Марина, я из Киева. У меня через полгода исполнится 25 лет. Скажите, пожалуйста, мне нужно открыть фотографию старый паспорт, или я уже могу получить новую эти карты? И сколько это будет стоить? Нужно ли платить? Спасибо за ваш вопрос. Мы всем гражданам, которым исполняется 25 или 45 лет, мы рекомендуем получать новые ID паспорты. Во-первых, это новозащищенный документ. Вы знаете о том, что паспорт склеен на фотографии, если он в квартире, очень часто эти паспорта возникают на милингальном рынке, к ним переклеят фотографии, идут, берут кредиты, используют какие-то мошеннические операции. С ID-картой такое невозможно, потому что она очень сильно защищена, и мы всем тем, кто становится 25-45 лет, мы рекомендуем получать новые ID. Там нанесена вся информация, ваша фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, срок действия. То есть она гораздо более, есть такой термин юзабилити, она более удобна в использовании. Она имеет формат банковской карты, такого же размера, она удобно ложится в бумажник. А что касается стоимости, стоимость карты админ сбора за выпуск карты, она составляет и стоимость бланка, и стоимость админ услуги, это в сумме составляет 279 гривен за 20 рабочих дней. Есть ускоренная процедура, это 7 рабочих дней, в этом случае получается 87 гривен, да, до 174 гривен, стоимость бланка 174 гривен и стоимость бланка 192 гривен. Тут чуть больше. А скажите, бумажный паспорт у меня забирает, или вы меня отдаёте? Нет, бумажный паспорт у вас заберут, и вы дадут новые ID. Но в соответствии с постановой Кабинета Министров вы можете просто вклеить фотографию, если вы не хотите сейчас получать ID-карту, можете вклеить фотографию и им пользоваться. Я рекомендую всё-таки получать новые ID. Это интересно, это красиво, и мы предусматриваем их использование в гораздо большем моменте, чем можно использовать обычный бумажный паспорт. Во-первых, развиваются электронные сервисы, там будет электронная цифровая подпись. Вы сможете с помощью смартфона либо домашнего компьютера получать какие-то услуги, причём только от государства, в том числе и банковские какие-то услуги, идентифицировать себя на расстоянии. Это очень удобно. Это бережёт ваше время и деньги. А если вы будете получать ID, раньше вам нужно было приносить с собой блок фотографий, в Киеве эта услуга стоит порядка 70-100 гривен даже бывает, мы фотографируем на месте, цифровым фотоаппаратом, сразу в цифру, без распечатывания, и бесплатно, естественно. Есть-то у меня звоночка. Вот интересно, раньше было как-то, когда я помню, или, может быть, мне казалось, но я уже давно кто-то ещё, когда Грицак был в этом самом департаменте, там, в Бадера, там были какие-то фантастические проекты, но, может, про это тоже спросят, потому что, что чуть ли не эта карточка, можно будет рассчитываться в банках, в супермаркетах, ну, как вокруг карты Книевлянина сейчас наворачивается. Ну, вы знаете, в инфекционном документе его использование предназначено именно для инфекции человека. Смешивать банковскую карту, срок банковской карты стандартный 2 года, бывает 3 года. Смешивать с инфекционным документом, который работает 10 лет, ну, это не совсем разумно, тем более, что вы банки меняете, бывает, одну карту сдаёте, новую получаете, привязывать это к какому-то банку, инфекционный документ, который выдаёт государство, ну, это, наверное, не очень правильно. Поэтому практически все страны, они используют ID-карту как инфекционный документ, причём его можно применять во многих операциях, не только, и в финансовых тоже, и в дистанционных финансах. А в большинстве стран существует вторая карта, она же либо карта жителя, либо социальная карта, на которой можно уже подвязывать прейс-транспорт, какие-то социальные услуги, которые ограничены в территории. Да, пожалуйста. Добрый день. Моим инфекционам, я из города Киева. У меня вопрос вот, как бы, такой, следующий. Нам с семьёй необходимо ехать в Россию. Ну, то есть у нас там родственники, которые будут ехать в Киеве. Ну, у нас, как бы, настолько ясно, что проинформировано, что мы с внутренним своим паспортом можем свободно подписчать в Белоруссию и Россию. Правильно? Да, в соглашении старом, подписанном из Белоруссии с Россией, по внутреннему бумажному паспорту можно присоединиться. Ну, у меня стоит, которому уже 14 лет, и ему нужно, получается, отправлять АД-карточку. А, и, как бы, тоже, как бы, таки идут, что с АД-карточкой нельзя, как бы, где ищут в больницу, ну, обратили бы в Белоруссию ехать? Официальная информация есть только от белорусской стороны. Они не признают, в самом случае, пока у нас были переговоры, я участвовал в этих переговорах, мы ждаем их ответного визита. Они не признают АД-карту, хотя какое-то время признавали, пересекали границу. Что касается России, то по нашей информации, официальной информации, к сожалению, нет, то у АД-карточки не пропускают часть границы, но я уже много лет, еще до вооруженной агрессии Российской Федерации по отношению к Украине, я рекомендую гражданам Украины ездить за границу по заграничным паспортам. Почему? Потому что, будь в каком-нибудь случае, это АД-карта, либо внутренний паспорт, в этом случае вам никто не ставит отметку пересечения границ, оформляется миграционный такой листочек. Некоторые ставят со штампом. Я лично был свидетелем на мальдивском зале в городе Москве, когда полицейские выбрасывали листочки, штрафовали людей и издевались над ними, над гражданами Украины. И в том случае, если у вас загранпаспорт, во-первых, пересечения границы, оно гораздо быстрее, не нужно вводить информацию, они его проводят по считывателю, во-вторых, вам ставится штамп, когда вы пересекли. Вы знаете, Россия требует в течение трех дней поставить на учет место пребывания. В этом случае у вас есть паспорт с отметкой посещения российской границы, есть четкая дата, четкое время. Вы в любой момент можете показать этот документ любому полицейскому. Вы знаете, что Россия полицейская, государство, они на улицах устраивают облавы. Поэтому в этом случае используя загранпаспорт гораздо более разумно. То есть моему ребенку для того, чтобы проехать в Россию, можно в стеки оформить загранпаспорт? Да, мы рекомендуем оформлять загранпаспорт. Я поняла. Паша, спасибо большое. Да, пожалуйста. Ну а если вдруг по каким-то причинам нет, может быть, просто не брать с собой ЭД-карту ребенка? Ну, ребенок же должен пересечить границу к кому-то. Но он может быть вписан в паспорт родителей. Да. Мы этого не делаем уже, наверное, год. Практически уже год. Не в загран, а в обычный паспорт? Нет. В обычный паспорт никогда детей не вписывали. Это в заграны вписывали. Потом, когда ребенок взрослел, вклеивали фотографию. Но и кавовские рекомендации, и кавовские стандарты говорят о том, что один человек один документ. И очень много случаев в Турции, в частности, когда случаются какие-то медицинские неприятности, а дети вписаны в паспорт обычно мамы, ну, реже папы. И когда возникает необходимость вращения в госпиталь, и нет документа, получается, а кому-то из родителей нужно уехать, то ребенка, получается, вообще никакого документа нет. Потому что мама не может не уехать без документа, а ребенок остается... Это целая история, получается. То есть мы уже давно не вписываем. Детям с рождения можно оформить загранпаспорт. Он выдается. Нет, я знаю, что в загранпаспорт не вписываете, а в другой не тоже? Нет, никогда не вписываю. Мне кажется, что у меня дочка вписывала. Есть ли водочек? Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Меня слышно? Алло. Да, да. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Скажите, как быть людям, которые пересекают линию ограничения? Вот ДНР и равнодушно называемых будут признавать эти IT-карты? Ну, наша служба, наша погранслужба, СЦКК, комитет СБУ, мы их уведомили, когда мы начали выдавать ID о использовании этого документа. Мы присылали образцы и, да, естественно, можно присылать. Что касается незаконных формирований ЛНР-ДНР, что они будут признавать либо не признавать, но, к сожалению, повлиять на это невозможно. Пока никакой информации нет. Они в любой момент, даже если они высказать позицию, будут признавать. Вы знаете, человек возжженный автоматом, который не имеет над собой никакого начальства, а его власть это его оружие, он может принять любое решение. Поэтому, к сожалению, даже люди с документами очень часто подвергаются таким процедурам в ЛНР-ДНР, что тут нет вне зависимости того, какой у тебя документ, паспорт, ID, загранпаспорт, могут быть проблемы в любом случае. Поэтому, к сожалению. А скажите еще, а как быть подросткам, которые живут по ту сторону АТО? Вот смотрите, если они оформят радикалы в Украине, там их могут просто вообще не признать. у них есть свидетельство рождения у подростков. Для приезда и оформления ID документа они могут приехать сюда через линию размещения, оформить документ и вернуться обратно. На сегодняшний момент у нас нет информации о том, что были какие-то проблемы. Потому что детям уже практически год мы расставляем ВД МАИГИ. Дети приезжали, получали. Я был в зоне АТО, я был в Артемовске, я уже не Артемовск. Был в нашем подразделении, был из АКК, мы этот вопрос поднимали, и на КПЗ целая была. Пока никаких у нас сведений о том, что есть с этим проблем нет. То есть, получается, с оккупированных территорий приезжают? Ну, они же приезжают с оккупированных территорий, получают новые документы оформляют. Мы дали указания, в том числе, и тем, кто проживает в Крыму, потому что украинские граждане в Крыму такие же украинские граждане, дети, многие стремятся все-таки иметь украинские гражданцы, украинские документы. Они приезжают к нам, оформляют, мы дали указания делать это максимально быстро, максимально возможно быстро и возвращаются туда. Понятно. Есть у нас звоночек? Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ирина, у меня такой вопрос. Раньше ребенок получал паспорт в 16 лет, и мог взять билеты на поезд и уехать сам куда-то. Скажите, в 14 лет с этими карточками получат те же права, а не слишком юный возраст? Ну, закон, который был принят в 12-м году, предусматривал, что паспорт внутренний будут получать дети с рождения, то есть с нуля-ли. Конечно, это достаточно странная ситуация, мы ее изменили, и срок мы изменили на 14 лет. Это неполная дееспособность на наступление. У нас, в прошлый раз мы как раз были в Комсомолке, был вопрос, что где-то на вокзале, к сожалению, мы не получили информацию на каком вокзале, в каком городе, были какие-то проблемы с проводником либо с кассиром о том, что то ли не продавали, то ли не хотели садить на поезд. Мы отправили группу быстрого реагирования так называемых наших сотрудников на ЖД-вокзал проверять. Большинство проводников знают об ЭД-картах, уже видели, уже пропускали, садили. Начальники поездов все знают, мы в начале этого года, когда начали оформлять ЭД-картах, мы заслали письма всем, и госорганам, и компаниям, в том числе, и Министерству транспорта, и Укрзалезныце о том, что обратите внимание, вот новый документ, вот фамилия, вот имя, можно так использовать, пожалуйста, признавайте, ссылка на законодательство. И после поездки на вокзал выяснилось, что никакой проблемы нет, и кассиры уже видели, и продавали билеты. Поэтому, если у вас есть конкретные факты, когда-то, где-то, номер поезда, дата, то тогда... Понимаю, что мамочка волнуется о другом, что ее чадо в 14 лет получит ЭД-карту, пойдет на вокзал, купит билеты, мкнет куда-нибудь в Одессу, гулять с друзьями, а мамочка будет тут переживать, понимаете? Я с вопроса не подумал в этом, но я так понимаю, что дети в 14 лет, вне зависимости, есть у них паспорт или нет паспорта, могут поднять руку и поехать автостопом куда угодно. Поэтому, тут, есть у него паспорт в 14 или в 16, наверное. Ну, так его, может быть, где-то милиция без ничего, а так он все, паспорт взрослый, вот гуляет, где хочет. Если родители его ищут, есть в базе информация, то полиция, задержав и проверив информацию, Спасибо. А у вас еще есть вопросы? Спасибо за звоночек. Что-нибудь есть? Не знаю. У меня просто есть еще звонки? Нет пока? Я просто даже вот по себе сужу у меня, когда дочка, ну, 16 лет получила паспорт, первый вопрос. О, теперь я могу ездить сама. Или я там поехала с подругой в Крым? Ну, хорошо, там под контролем, знаком, но первую, не первую. Вы знаете, детей всегда отпускать тяжело. У меня старшей дочке 13 лет, следующий год будет 14, она уже пойдет оформлять себе ID. Но этим летом было горячее предложение на автобусе в Болгарию. И детей, конечно, отпускать самих очень тяжело. Одиногруппа, и другой. Но все равно ты понимаешь, что у человека заграничный паспорт, в том, что, причем ехал еще младший сын. И это всегда очень тяжело, это всегда очень волнительно. И в этой ситуации очень хорошо спасают телефоны. Когда ты знаешь, что в телефоне включен навигатор, ты знаешь, где ребенок, ты всегда можешь ему позвонить и спросить, как дела, и ты всегда понимаешь, что он на расстоянии будет защищен от каких-то подделок, я не знаю, от сломок, если бы. Потому что старый, я оторвал фотографию, приезжая, то есть любой сделок. это не просто кусок пластика, это поликарбонат. Что значит поликарбонат? Если вы видели банковскую карту, то это ПВХ, выдавленная, да, на новой банковской картах есть чип, но, тем не менее, информация на ней нанесена обычно. Здесь множественные слои, запеченные в станке и лазером нанесена фотография, фамилия, имя, отчество, есть голограммы, то есть, изменить, либо что-то переклеить, никаким техническим образом не разрушив сам документ, нельзя. Но самое основное, то, что защищает документ, кроме того, что он там рифленые, голоски, голограммы, на нем находится чип. На чипе внесена вся та же информация, внесена вся та же информация, которая есть и на лицевой стороне, и на обратной стороне. Плюс к этому внесен сертификат государства, все это подписано цифровой подписью. И установленные так же, как в банковских кодах, пин-кода, которые вы при оформлении, при получении паспорта вводите сами. Пин-1 это идентификация, что вы хозяин карты, пин-2 это доступ к электронной цифровой подписью. Естественно, они нигде не указаны, нет никаких бумажек, никаких конвертов с записанными пинами. И в случае утери документа, кроме как показать его где-то воспользоваться, невозможно, но фотографию изменить нельзя, так как в старом паспорте переклеить. Поэтому это очень сильно защищает людей. Мы в ближайшее время готовим специальный сервис по потерянным документам, чтобы люди очень быстро могли через сайт миграционной службы проверять такие документы, вступая в правоотношения с другими, чтобы и старые бумажные паспорта, и новые, и в случае мукерии, и заявления в милицию получения нового документа, чтобы старые моментально все органы, все граждане знали, что этот документ недействительный. А, допустим, преступник не может тоже, как он из устройства взять и считать эти данные с паспорта, а потом сделать с отделом национального ряда? Вы знаете, на паспорте находится операционная система. Она защищена соответствующими служебными стандартами, что на загранпаспорте, что на внутреннем паспорте. Она прошла сертификацию в Украине, и она соответствует с украинским стандартом защиты международной. Поэтому считать оттуда информацию можно ту же, которая записана на карте, это открытая информация, сверить, на чипе записана цветная фотография, здесь она черно-белая, для более быстрой и простой идентификации. А вот узнать пин-кода это невозможно. Я понял. Спасибо большое. Есть ли у вас, нет? Тогда такой вопрос у меня уже чисто как у криминального журналиста, что в общем-то не секрет, что старые паспорта, ну бумажные. Ну, назывались они фальшивыми паспортами, но это реальные были паспорта, получали люди у нас достаточно свободно, особенно всякие воры в законе из Грузии. Ну, то, что так, то есть, это был реальный паспорт. Есть гарантия, что так же не будут делать эти ID-карты? Ну, вы знаете, вы знаете, вы знаете, что проблема с системой документирования людей, она заключается в том, что мы получили ее в наследие от СССР. Она была построена на бумажном обороте, на бумажных карточках, которые находились в подразделении. И спустя только 25 лет мы начали строить электронную систему, чтобы любое оформление было внесено в базу, было подписано сотрудникам, можно было моментально посмотреть, проверить эту информацию. И поэтому мы отказываемся от бумаж и переходим в электронную базу, которая и подписана с сотрудниками. Ну, такую же карточку можно сделать нулевую, скажем так. Тут вступает механизм идентификации. Ну, если выдан бумажный паспорт где-то там в Житомирской области, черт знаете в каком районе, в электронной системе ее нет. начальник получил деньги, выдал паспорт и об этом мы можем узнать через какое-то время, только когда задерживаемся, и когда будет уголовное дело, да, такие, я не сказал, такие уголовные дела есть. Но не забывайте, что он сделал это незаконно, это рано или поздно выяснится, и при выдаче ИДИ, естественно, мы проверяем основания выдачи паспорта, почему ему было выдан предыдущий помощник, мы проверяем записи, проверяем карточку, если у нас есть какие-то сомнения в соответствии с законом, мы проведем идентификацию, если у нас есть сомнения, мы откладываем срок выдачи ИДИ до того, как мы закончим. Вот я немножечко о другом, вот я плохой ваш чиновник, ваш подчиненный, я люблю, чтобы мне носили день, я выдаю ИДИ-карточки, ко мне приходит человек, которому нужен фальшивый документ, я ему сделаю ИДИ-карточку? Теоретически это возможно, а практически это очень теперь усложнено, потому что ни один человек принимает решение, все действия сотрудников в системе, они зафиксированы, когда, кто, какое действие произвел, кто произвел идентификацию, они зафиксированы в электронной системе, и можно всегда, естественно, и теперь можно в любой момент посмотреть, кто, что, где и когда. Теперь понятно, есть у нас там, да, пожалуйста, здравствуйте, меня зовут, специально вне вопросов на сухой львов. Скажите, пожалуйста, в России, когда в этом году выезжали в электронных паспортах, а в Айтикарте, то не знали там много чего, что по ним они будут ездить не только в Россию, даже за границей, там писали, что они смогут взять одновременно в Айтикарте с ними правами, и в общем, я много чего читала, много плюсов. А теперь в Айтикарте считается совершенно противоположное, что ничего с этой Айтикарте нельзя сделать. Даже к нашим державшим в Синей-Беларуси нельзя на них доехать, уже не говоря о ежедневных правах. То есть не кажется ли вам, что надо было делать как-то наоборот? Сначала решать вопрос, что с ними можно будет сделать, а уж потом их выпускать. Потому что люди получили вместо паспортов, и что теперь с ними делают? Ну, вопрос признания Беларуси паспортов это вопрос нужно равных отношений. К сожалению, повлиять только миграционную службу на это не можно. И позиция Беларуси и России она достаточно заполитализирована, поэтому к сожалению это де-факто так. Что же касается наших Продолжение следует...